Вы знаете, у нас по традиции такие маски-патчи. Вы достаете, да, вот так вот аккуратненько. Вот смотрите, они вот на такой вот беленькой подложечке. Вот так вот их разворачиваете. Видите, они какие? Это гидрогелевые очень хорошие патчи. Просто они очень необычные, получается фото для инстаграма отличные. И еще раз говорю, не переживайте за свою косметику, ничего там, тушь у вас ничего не потечет. Зато у вас сейчас очень напитается вот здесь под глазами, морщинки уйдут. И вообще это очень приятно, они охлаждают хорошо. Вот так в блестящих гидрогелевых увлажняющих масках начался первый съемочный день сезона модель X. До этого участницы уже успели познакомиться и посетить первый мастер-класс по уходу за кожей и экспресс-макияжем. Мы сколько работаем на проектах, не было такого, что прям вот приходят там категорически нет-нет. Конечно, есть какая-то настороженность, вот особенно если человек раньше с этим не сталкивался. Наша задача все-таки познакомить их, для них это новое, да, замечательно. Они за этим и приходят, за новыми знаниями. И мы им эти знания даем. Для меня было открытие, что очень... Это косметика уходовая. Вот, например, нас нанесли, все сделали. И я поехала, ну, жара, воскресенье, как говорится, поехали на озеро. Я думала, у меня все поплывет, все это как бы... Я приехала домой вечером, у меня все как вот мне сделали. Макияж, да? Макияж так и остался, кожа дышит. Мне понравился именно результат, что на солнце, даже если жарко, все равно можно вот применять грамотно и не блестеть, не... Очень комфортно для кожи, что самое главное. То, что мне нанесли в воскресенье, много нанесли, я думала, кожа моя это не выдержит все, но кожа была в восторге. Она говорит, мы попали в рай, пойдем туда еще. Так что я планирую, как бы стать постоянным клиентом этого магазина. Моя задача была в сжатые сроки научить их сделать себе красивый макияж, рассказать и о их особенностях лица, что им подходит, подобрать какие-то средства, так, чтобы они быстро, используя буквально несколько продуктов, могли себя преобразить и идти покрыть мир. Вообще, рынок корейской косметики – это любопытная история. Корейцы презентуют новинки с такой скоростью, что за этим сложно уследить. Тем более важно научиться отличать бренды с историей от фирм-однодневок, за качество которых не ответит ни один поставщик. Вот если говорить про корейцев, у них где-то более ста брендов регистрируются каждый день. Но тут вообще как бы не только в корейской косметике, с учетом другой косметики можно вообще запутаться, в принципе. То есть, куда идти, что для кожи использовать и так далее. И женщины у нас вот приходят, которые на проектах, у них тоже глаза разбегаются, они говорят, мы даже вообще не представляли, что такое может быть. У корейцев же еще очень много ингредиентов, которые для нас иногда вообще просто инородные, так будем говорить. Ну ладно, муцин улитки, ладно, змеиный пипец. А когда я, допустим, говорю, к примеру, эпидермальный фактор роста, все смотрят и вообще не понимают, откуда это вообще свалилось, что это такое. А вот такие, конечно, названия, которые к нам пришли, ингредиенты, приходят из Кореи, а их много, да, откуда специфические, да. Многие к ним не готовы, они не понимают вообще, многие боятся, поэтому здесь только специалист может помочь. Один из трендов современной косметологии – менять уходовую линейку каждые два месяца. А еще можно использовать продукты разных брендов. Крем живет два месяца. Не обязательно крем, то есть любое средство, там лосьон, там тонер, то, что вы возьмете, вы должны это понимать. Значит, это не значит, что через два месяца оно у вас не закончилось, и надо его выбросить. Нужно просто его поставить на полочку, купить себе, грубо говоря, новый какой-то комплект, который у вас будет, да, значит, на замену, и вы два месяца пользуетесь чем-то другим. Потом вы это можете, если вам так это сильно нравится, благополучно достать. Не переживайте, если у вас, допустим, не будет вот какой-то одной линейки. У вас может быть тонер с гиалуроновой кислотой, крем у вас может быть с морским коллагеном. Это все прекрасно друг с другом сочетается. Я легко все принимаю, если я вижу эффективность этого, у меня нет такого, ой, нет, я только этой пользуюсь, и все, да вы что, я даже не буду смотреть на другую сторону. Нет, это, я просто вижу результат. Среди новинок этого сезона, о которых еще не слышали, даже искушенные, это биби-тейпы для работы на мышечном уровне, а также линейки для роста и восстановления поврежденных волос, например, эти филеры. Это филеры. Это к нам пришло из Кореи, и сейчас мы без этого жить не можем. Это филеры для волос. Это со-средство для быстрого восстановления волос. Значит, мы сегодня возьмем ладор. Он, пожалуй, самый густой из всего из этого. Вот берете баночку дома, да, выливаете его полностью. Разводить нужно один к одному, я вам честно скажу, я беру прям просто на глаз. Вот этого, в принципе, достаточно. Гелевая консистенция, вы наносите это на волосы. Ручками все распределили хорошо. Если у кого-то есть термошапка, замечательно, надели термошапку. Если нет, берете фен, просто теплым воздухом обдуваете свою голову. Потом все это смываете, и вы сразу почувствуете. Если не хотите полностью на всю голову, можете взять только вот так вот концы. Но вообще это идеальное средство для ламинирования, то есть эффект ламинирования идет. Это так интересно, это так нужно, это вообще, мне кажется, это вообще супер. Я прохожу очень много обучения, я понимаю, что это надо впускать в свою жизнь на сегодняшний день. И сейчас я уверена, что мне это с такой легкостью удается, потому что в мою жизнь входят новые люди, новые интересные возможности. И я понимаю, что у меня вот мой круг и знакомство, интересы, он просто расширяется с невероятной скоростью. Мне это нравится очень. У меня очень приятные были впечатления. Меня, конечно, очень привлекло экологичность, потому что я все время слышу слова про составляющие, которые экологичные, чистые. Потом меня в восторг приводит директор. Это же фантастическая женщина, она такая подготовленная, она такая профессиональная, ей веришь. И понимаешь, что человек, который так тщательно относится к своей профессии, что он и выбирает все самое лучшее. Я не ожидала, вот настолько такой грамотный уход. Ну и спасибо Ольге Геннадьевне, она доходчива, она ясна, профессионально объясняет, как накладывать, как ухаживать. Старт проекта можно считать успешным. Ближайшая встреча будет посвящена брофитингу, созданию гардероба нижнего белья.